Ну и последнее, 25 сентября, 100 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Гениальный композитор, который оставил загадки не только в музыке. Человек, который входит в тройку-пятерку самых известных во внешнем мире россиян 20 века. Да и вообще. Кем он был? Жертвой времени, его символом? Или великим обманщиком? Обманщиком системы окриков и ручного управления? Системе требовалось доказать свою гениальность. Шостаковичу нет. Но кто оказывался сильнее? Какие он оставил записи, не только нотами? Об абсурде вместо музыки. Борис Соболев. Он начинал как топер в немом синематографе. Писал, что дуреет от киношной бессмыслицы, пытался импровизировать. Зрители кричали, что пианист пьян и требовали от хозяина Непмана вернуть деньги. Шостаковича выгоняли. За шеи. В большое искусство. В 25-м году полуголодный 19-летний юноша произвел в Ленинграде настоящий фурор. Консерваторский зал разрывался от аплодисментов. Газеты писали, что мир уявился революционный гений. Первая симфония Шостаковича становится, пожалуй, первым крупным классическим произведением страны Советов. Шостакович. Из переписки. Пришел успех. Вокруг меня теперь происходит множество заседаний. Я торчу на них, иногда зеваю, тихоря посмеиваюсь. Мать их за ногу. Да чего же они все ужасно говорят. Помирить с тоски. С тех пор так и повелось. Пол жизни на заседаниях, остальное время за партитурой. На протяжении полувека, каждые 2-3 года, Шостакович выдавал по симфонии. Они становились своеобразной вехой в жизни общества. Подобно тому, как теперь очередной выпуск «Фабрики звезд» или новый детектив «Акуна». Знаете, такая волна пошла массовой культурой отвратительной, которая испортила вкус и дух. Оркестр Юрия Тимирканова готовит программу к столетию великого композитора. Дело происходит в зале, где когда-то никому еще неведомый Шостакович собрал свой первый аншлаг. В филармонии тогда существовала разнарядка на молодых авторов. Их были обязаны исполнять. Сейчас молодых, неизвестных, вот вы исполняете, берете себе репертуар? Очень мало, потому что я еще не все из известного сыграл, поэтому я пока не тороплюсь. Площадной балаган сгубил симфонию. Но ведь прежде они уживались. Может потому, что никто не говорил молодым композиторам. Ты оплати работу оркестра из ста человек, счет за свет и еще выкупи из своего кармана все нераспроданные билеты. До революции этим занимались меценаты, после государства. Нет композиторов, им нет возможности исполнить свои произведения. Это взаимосвязано с тем, что исчезает публика, которая будет это слушать и воспринимать. Если появится человек, масштаба, может быть он уже есть Шостаковича, для того, чтобы он получил права жизни, надо, чтобы его услышали. Шостакович из переписки. А жизнь-то налаживается и с деньгами, и вообще. Сам маршал Тухачевский обещал мне помочь с квартирой. Его профессия – шагать через трупы, а хобби – играть на скрипке. Молодой Шостакович быстро освоился при советском дворе. Помимо серьезной музыки, он писал «Здравицы к съездам» и творил сочинение типа балета «Болт», где главный положительный герой, по образному выражению автора, – это Коминтерн Свиномордов. Горячие пироги, сегодня недороги. По случаю юбилея, балет «Болт» ныне восстановлен в Большом театре. Незабытая и написанная в начале 30-х музыка к мультфильму о попе и работнике его балде. По партитуре Шостаковича в Сыктывкаре поставили оперу. Правда, не обошлось без конфуза. Местная епархия сочла сказку оскорблением, чиновники от культуры согласились, в итоге балда с чертями на сцене остались, а поп исчез. В общем, по существу получилось так, что отшлёпали по попке Пушкина, а потом Шостаковича. А так, в общем-то, ничего особенного и не произошло. Жалко. Актёры, читавшие Конституцию, конечно, поражены. Что же до авторов слов и музыки, то им при жизни к подобному обращению было не привыкать. В 1935 году Сталин лично зарубил оперу Шостаковича «Леди Магбет» Мценского уезда. Вождю не понравилось, что на сцене стоит двуспальная кровать, а партия фаготов будто бы имитирует звуки полового акта. Уши болели. И всё. Вдаваться в подробности без смыслов, он ничего не понимал в этом. А лишний раз показать свою всесильность в любом проявлении человеческого существования было бы неплохо. И показать себя и в этом знатоком, и гением. Вскоре выходит знаменитая статья в правде «Сумбур вместо музыки». Шостаковича называют выразителем леватского уродства и грозят неприятностями. Пытавшийся было заступиться Мейерхольд арестован. Главный покровитель Тухачевский расстрелян. Все годы большого террора Шостакович спал в одежде и держал на готове саквояж с сухарями. Однажды он был вызван в НКВД и его спросили, был ли он в гостях у Тухачевского. А он был в гостях у Тухачевского. И спросил его следовательно, не было ли там разговоров о готовящемся к покушению товарища Стального. Тухачевский, конечно, сказал, что нет. А тут мы говорим, что уже многие присутствующие там уже подписали донесения, что были такие разговоры. Он говорит, нет, я таких не слышал. Он говорит, я вам очень советую крепко подумать. Пойдите домой через несколько дней вернитесь и вспомните, что такие разговоры были. От греха, либо же от ГУЛАГа композитора спасло чудо. Когда через два дня он вернулся к следователю, то оказалось, что тот уже расстрелян, как японский шпион. Война, блокада. У опального композитора редкий шанс заявить о себе. В свою знаменитую седьмую ленинградскую симфонию Шостакович вкладывает весь свой талант и всю силу своего отчаяния. Он пишет в перерывах между тушением зажигательных бомб на крыше консерватории. Он играет окоченевшими от холода пальцами. Он создает шедевр на века. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Точная длительность звучания – это единица времени, разделенная на указанный автором темп, помноженная на количество частей и так далее. Не будем вдаваться в детали. Суть в том, что петербургский профессор, ученик Шостаковича, рассчитал точный авторский хронометраж седьмой симфонии. И это уже доказанный наукой факт. Самый страшный и знаменитый эпизод «Нашествие» длится 666 секунд и 6 в периоде. Так может, он специально это подгадал под число зверев? Да нет, конечно. Он совершенно не таким человеком был. Он ничего не рассчитывал. Он писал, ну вот как пишут письма, подряд. И причем он же писал, по-моему, всего два месяца всю симфонию, которая длится 75 минут. Возможно, это было не спослано свыше, да так, что даже в Кремле прослезились. Осенью 41-го, еще до начала голода, гениального композитора вместе с семьей вывез из блокады специально присланный Сталином самолет. Дальше эвакуация, награды, победа, снова награды. Через 7 лет, осыпанный уже всеми мыслимыми регалиями, Шостакович придет на очередной съезд композиторов в уверенности, что опять будут хвалить. Шостакович – это великий композитор, с которым мне пришлось очень много встречаться. Из доклада главы Союза композиторов СССР Тихона Хреникова, 48-й год. Шостакович – представитель антинародного формалистического направления советской музыки. Он тесно связан с буржуазно-декадентским Западом. Его творчество – образчик маразма и духовного оскудения. Лженоваторские извращения Шостаковича тем более опасны, что он еще является профессором Московской консерватории. Хроника сохранила атмосферу съезда. Решимость Хреникова, ошарашенную растерянность Шостаковича, на другой день – явулировкой за профнепригодность. После того разгромного выступления композиторам показали фильм. Там звучала эта самая песня на музыку все того же Тихона Хреникова. Конечно, он просто трус-трусил, завидовал. Зависть – это такое разъедающее человека свойство. Прощаете? Нет. Почему? Вы знаете, я считаю, что должно быть все названо своим именем. Это доклад был написан в ЦК. Я пришел домой, когда мне... Я прочитал этот заказ. Мы с женой проплакали всю ночь. Она рыдала и плакала. Ты бы отказался. Мы попробовали бы отказаться, если Сталин вас куда-то назначил. У Тихона Николаевича на тот момент были арестованы два брата. Заклеймив так называемый формализм в музыке, одного брата он спас. Второй так и погиб в ГУЛАГе. И еще косвенным образом он спас свой союз. Удовлетворенный музыкальным разгромом, Сталин переключился на казни писателей и театральных деятелей. Из композиторов не расстрелял ни одного. Вообще тот съезд многим сломал судьбу. Прокофьев с тех пор тяжело заболел. Шабалина вообще парализовала. По воспоминаниям родных, Шостакович так просто балансировал на грани самоубийства. Его музыка запрещена к исполнению. Его произведения вычеркнуты из репертуара. Семья снова бедствует. Распродали мебель. Потом стали искать покупателя на рояль. Купила Клавдия Шульженко. Шостакович из переписки. Я страшно постарел за эти дни. Лицо почернело. Под глазами мешки. Страшная мигрень. И тошно как-то. На что жить ума не приложу. Мечтаю найти богатую поклонницу. И вступить с ней в творческую связь. И снова борьба за жизнь. Шостакович штампует песни о Сталине. Сотрудничает с ансамблем НКВД. И утверждает, будто в апреле 17-го, 10 лет от роду, он рукоплескал на финляндском вокзале живому Ленину. Наконец, после написания в 52-м году музыки к одиозному фильму «Падение Берлина», композитор получает очередное всемилостивейшее прощение и сталинскую премию. Пятую по счету. Дальше уже будет награждать Хрущев. Было торжественно праздновано 50-летие со дня рождения крупнейшего советского композитора Днеприя Шостаковича. Каких-то четверть века уговоров и Шостакович согласился вступить в партию. В 60-х ему дают звезду героя соцтруда и назначают вторым композитором страны. Он так себя и называет. Хренников-заместитель. Шостакович без переписки. Однако расту. Меня зато и выбрали председателем композиторской организации, что я не умею сводить счеты. Ну и разумеется, руководить я тоже не умею. Бесконечные заседания, визиты, обмен опытом с туркменскими хлеборобами. При Хрущеве Шостакович еще в силах. Отщетно хлопочет за подсудимого поэта Бродского. При Брежневе уже все. Подпись под коллективным письмом против Сахарова. В 76-м великого композитора не стало. Он до последнего дня сочинял музыку. Вы знаете, идет панихида. Человек лежит мертвым в гробу. Родственник хотят поставить 14 симфоний. Вот его он любил. Запись слушал часто. Запретили. Вот так. Вы неизвестные причины. Ну, потому что это Шостакович, потому что это его музыка просто. И все. Он когда-то даже мертвый в гробу, он был им опасен. Своим талантом, своим гением. Вот и все. Шостакович оставил. В стране 15 гениальных симфоний. Вдове. Квартиру. Сыну, свою любимую картину, копию полотна Тициана, Динарий Кесарю. И пришли фарисеи к Иисусу и спросили, а надо ли платить подати? Богу Богова, а Кесарю Кесарева, ответил Иисус. Борис Соболев, Виталий Лукашев, Татьяна Кинева. Вести недели.